Работа есть. В свободной должности сегодня предложили 60 самарских предприятий. Это промышленные производства, сферы услуг и общественного питания, муниципальные и государственные учреждения, учебные заведения, молодежные и общественные организации. У Екатерины Федоровой экономическое образование. На ярмарке присматривают профессию бухгалтера или специалиста в финансовой организации. Какой-нибудь банк специалистом, возможно по кредитам, общение с клиентами. В Самаре официально ищут работу больше 5000 человек. Вакансий в общегородской базе в разы больше. Почти 24 тысячи свободных мест. Дело не в цифрах, отмечают в Центре занятости населения, а в балансе между спросом и предложением. В настоящий момент среди 24 тысяч вакансий, 70% вакансий, это все-таки вакансии по рабочим специальностям. И 30% вакансий это служащие. Тогда как состав пришедших и безработных граждан, стоящих на учете, 70% это служащие и 30% это рабочие специальности. Среди служащих нужны инженеры, медсестры, врачи, инспекторы. Есть даже вакансии артистов. В рабочей сфере больше всего востребованы слесари, подсобные рабочие и овощеводы. Меньше всего официанты. У Максима Косова специальность рабочая. Он электромонтер. Работал на заводе, в аэропорту. Сейчас снова в поисках. В принципе, нравится. С детства привычка у меня по проводам, покрутить, повертеть. Сейчас такое время пошло, что многие жалуются, что зарплата сейчас низкая. Люди стараются себе побольше найти зарплату, чтобы зарплата была повыше. Кроме предложений от работодателей на ярмарке, можно получить консультации специалистов центра занятости, представителей пенсионного фонда и соцзащиты. Для соискателей работают мастер-классы по основам предпринимательской деятельности и эффективному трудоустройству. Каждый год общегородскую ярмарку вакансий посещает больше 2000 человек, и примерно 400 из них находят себе работу. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов. События.